МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Пленарное заседание Международного форума «Кооперация. Время традиций и людей» прошло на Нижегородской ярмарке. Главы крупных городов и муниципальных образований региона собрались на форуме «Территория ритма». В Арзамасском округе прошел первый в России конкурс механизаторов дорожно-строительной отрасли. Подробности далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танцы, песни, вкусные и разнообразные угощения встречают участников форума «Кооперация. Время традиций и люди». Перед пленарным заседанием осмотр стендов кооператоров более чем из 50 регионов России. Алтайский папоротник «Орляк», варенье из шишек, алтайский и башкирский мед, грибы из Сибири, маринованная морская капуста, лекарственные травы и сборы, одежда из войлок из гадчины и многое другое. Разнообразие продукции и изделий предприятий «Потребка. Операции России» поражает. Очень важно, что форум проводится здесь, в Нижнем Новгороде. Мы очень признательны за то, что наш город был выбран. Нижегородская кооперация является одной из самых крепких в стране. У нас действительно большое количество людей. Все районы вовлечены в кооперативное движение. И, конечно, мы постарались на этой площадке, на Нижегородской ярмарке, показать большому количеству людей, которые приехали, в том числе и из других регионов. У нас большое количество и кооперативов приехало, и просто гостей Нижнего Новгорода. Показать то, чем славится Нижегородская земля, показать, какие традиции мы сохраняем, показать, как активно у нас развивается потребительская кооперация. В Новгороде было такое проседание вниз, а потом пришла молодая команда во главе с Глебом Сергеевичем. Мы с ним долго обсуждали, создали совместную программу «Городец». И она состояла из многих составляющих. Это и моральная поддержка руководства губернатора, это и материальная поддержка. Наши кооператоры областные получили огромную финансовую помощь, которой никогда не было. Я им говорю, ребята, ну мы же еще сами должны что-то сделать. У них появилась огромная программа. И сегодня это уже не разделим. И Нижегородская область уже вот такой делает рывок вверх. Отдельное место на выставке занимают образцы бронежилетов, формы для военнослужащих. Здесь же каски, тактические перчатки и коврики, спальные мешки и маскировочные сети. Все это и многое другое передается военнослужащим. Гуманитарный груз в ближайшее время отправится в зону СВО. Большое спасибо хотелось бы сказать всем непосредственно кооперативам, всем людям, которые объединены общей целью, трудятся, помогают нам, военнослужащим, на благо нашей общей цели, нашей победы. Ну а сегодня, отправляя этот груз, естественно, все системы потребкооперации объединились. Так же, как и вся страна перед этим злом, с которым мы сегодня в очередной раз боремся. И мы сегодня всем говорим о том, что мы вместе, мы сильные и мы точно победим. Главное деловое мероприятие, пленарное заседание, кооперация, новые вызовы, новые возможности. Перед участниками выступил и президент Верховного Национального Союза Кооператоров ЮАР Лоренс Бейл. Кооперация – это сотрудничество. Если все страны будут руководствоваться принципом кооперации, то он останет благоденствие. И именно в таком духе действуют страны БРИКС. Страны успешно торгуют и обмениваются тем, что им необходимо. Я хочу всех призвать, усилив взаимовыгодный обмен. Также на пленарной сессии орденом за вклад в развитие потребительской кооперации России третьей степени награждают заместители губернатора Нижегородской области Андрея Сыносяна. К слову, в этом году Нижегородская кооперация празднует 155-летие. На поддержку кооператоров за 2021-2022 годы направлено около 180 миллионов рублей. Кроме того, разрабатывается проект «Сельхозконтракт», предполагающий заключение контрактов кооператорами на увеличение закупки сельхозпродукции у населения. Служба информации Екатерина Васильева, Илья Денисова. 300 активных неравнодушных людей из 55 регионов России приехали в Нижегородскую область, чтобы обменяться своими идеями в сфере предпринимательства и социального проектирования на форуме «Территория ритма». Участие в форуме приняли и главы крупных городов, и муниципальных образований Нижегородской области. Участников попросили обозначить три самых важных события, которые произошли в этом году. Одно из событий совершенно точно, что Нижний Новгород в этом году молодежная столица Российской Федерации. Важно и то, что город показывает впечатляющую динамику развития. И это признают во всей стране. Не только в достижениях, но и в испытаниях Нижний Новгород тоже вместе с Россией. События, что у нас многие сотрудники администрации города Нижнего Новгорода, не многие, но есть такие, которые пошли, оставили свою здесь работу, пошли добровольно защищать труд. Прошедший накануне День знаний – важное событие, одновременно и государственное, и очень личное. У меня в этом году дочь пошла в первый класс тоже события. Как раз вчера, собственно говоря, отводил, стоял, как родитель, тоже очень сильно переживал. Учиться приехали и участники форума. В течение четырех дней приглашенные специалисты и наставники проводят для них занятия по навыкам проектного управления, маркетинга, коммуникации, командной работе, современному лидерству. Важная часть форума – обмен опытом между талантливыми, креативными и целеустремленными участниками. У меня есть проект, это сеть фитнес-клубов для детей и взрослых. И, конечно, мне хочется поделиться его уникальностью и своим опытом как предпринимателем, как социальным предпринимателем. Я сама специалист социального развития Всероссийского общества инвалидов. Я сама художественный руководитель и хореограф огромной студии танцевальной. Мы занимаемся инклюзией во всех сфер деятельности. Поэтому, конечно, есть какие-то маленькие нюансы, какие-то хитрости, какие-то пути на спонсоров, на развитие, которыми, конечно, я уже по наработке, по своему, я готова делиться. А еще ритм – территория, где можно пообщаться с единомышленниками и зарядиться энергией. Ритм – это про людей. И вся команда организаторов, бизнес-ангелы, наставники, они стараются дарить людям свои сердца. Когда люди приезжают, у нас мэры приехали, замгубернаторы, они также приезжают дарить сюда сердца. Есть возможность получить обратную связь от предпринимателей, пообщаться с коллегами, поделиться мнениями. Ну и вообще сама по себе обстановка такая, что это диалог, разговор, с которым иногда решается гораздо больше, нежели официальными совещаниями, бумагами тем более. У меня работа бывает в определенной рамке чиновника здорово сковывает, а здесь мы можем себе позволить пообщаться на различном уровне и услышать вот здесь напрямую различные предложения. Слоган форума – добрых делать сильными. Участники сообщества «Ритм», количество которых превышает полторы тысячи, уже создали более 65 социальных бизнесов, выиграли более 35 грантов, запустили свыше 85 социально значимых проектов. Ребята настолько заряжены, настолько заряжены на то, чтобы творить добро, что на этой энергии потом еще очень долго работаешь. Служба информации Татьяна Неделя. Для поддержания и укрепления этой позиции есть все необходимое. Каждый участник в команде проходит один из этапов. Например, трактористы чувствуют себя будто на автодроме. Задача на скорость пройти маршрут «Змейка», парковка задним ходом в гараж, затем необходимо с помощью ковша наполнить ведро водой из бочки, проехать с ним и поставить на пенек, не пролив ни капли. Каждый сюда приехал выигрывать. Повезет. Рад я, чтобы попался. А это, пожалуй, самое зрелищное испытание. Всего за 10 минут участнику ковшом нужно подцепить три этих мяча и перебросить в красную бочку, что позади меня. Второй этап – это разрезать пополам яблоко ножом. Кстати, нож прикреплен к самому ковшу. И третий момент – это перебросить все теннисные мячики, которые находятся в воде в этом тазике, в соседней. И, кстати, за работой механизатора все это время следят судьи. Каждая команда, их 17, со своим флагом и в спецодежде. 80 участников. Они съехались из разных уголков России и за рубежа. Механизаторы соревнуются в номинациях «Бульдозер», «Погрузчик», «Экскаватор» и «Автогрейдер». Очень символично, что в этом конкурсе принимают участие молодые специалисты. Даже участвуют в перевозке техникум. Там, где повоспитывают, обучают дорожно-строительных машинистов, механизаторов как раз профессионального дела. А еще была выставка дорожно-строительной техники. Делегация во главе с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко пообщалась с представителями компаний. Среди них партнеры из Китая. Они подготовили удивительное соревнование – разрезание торта игрушечными экскаваторами. Глаза горят. У всех участников сегодняшних соревнований 17 команд. Видели, как замечательно вышли. Люди всех приветствовали. И профессионалы, которые проходили здесь, гордились. Мы даже как-то чуть-чуть пошутили по этому поводу, как олимпийский дух, профессионализм, праздник.